Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Вадим Бондарь, я детский офтальмолог. Большое спасибо, что вы смотрите видео на моем канале. Я прошу вас, подписывайтесь, посмотрите, может быть, другие видео будут интересны. Сегодня мы будем говорить об окклюзии. Окклюзия – это метод лечения, который используется при таком заболевании, как амблиопия. Амблиопия – это заболевание недоразвития зрительной системы. Зрительная система у детей развивается, развивается с момента рождения до 3-5 лет. И с момента рождения до 5 лет повышается разрешающая способность глаза. Зрение повышается, потому что на глазное дно проецируется идеально четко окружающий мир со всеми его мелкими деталями. Если это не так, если мир проецируется не идеально четко, допустим, существует аномалия оптики, аномалия рефракции, то зрение может задерживаться в развитии. И такое состояние называется амблиопия. То есть под амблиопией я бы определил как неразвитие зрения, случившееся из-за отсутствия зрительного опыта, нормального зрительного опыта, в чувствительный период развития. То есть период, когда зрение может развиваться. Наиболее тяжкой амблиопией можно считать обскурционной амблиопией. Ситуация, при которой на глазное дно не проецируется изображение вообще из-за того, что оптические среды, глаза непрозрачные. И сегодня мы будем с вами говорить не про всю амблиопию, а коснемся только одного аспекта окклюзии, либо заклейки. Обычно при амблиопии назначают очки. Очки проецируют окружающий мир на глазное дно четко. И исследования показывают, что в большинстве случаев одних только очков вполне достаточно. Можно выписать очки и больше ничего не назначать. Но иногда, когда мы не видим длительной динамики очковой коррекции, либо амблиопия выявлена поздно, уже практически взрослого ребенка, мы сразу подключаем тогда в таком случае заклейку, либо окклюзию, для того, чтобы переместить зрительную нагрузку на хуже видящий глаз. Чтобы дать на него максимальную зрительную нагрузку, для того, чтобы зрение на этом глазу повышалось. Исходя из этого, можно сказать, что окклюзия это метод, при котором сильный глаз закрывается, а на слабый переносится повышенная нагрузка. Идея окклюзии заключается в том, что повышенная нагрузка заставляет меняться пластичную нервную систему, она пластичнее, чем моложе ребенок, тем она пластичнее, и образовывать новые нейрональные связи и повышать остроту зрения. То есть, когда мы назначаем окклюзию и даем зрительную нагрузку на глаз с амблиопией, мы воздействуем не столько на глаз, мы воздействуем на головной мозг, на те отделы в головном мозгу, которые отвечают за высокую остроту зрения. И благодаря тому, что мы даем повышенную нагрузку, головной мозг обучается видеть хорошо. Здесь я вам сразу хочу сказать вот такой важный момент. Родители спрашивают, а стоит ли делать какую-то гимнастику про амблиопию, либо еще что-то. Амблиопия, лечение амблиопии, это процесс обучения. Все равно, что вы учите иностранный язык. Если вы не знаете китайского языка, нужно поехать в Китай и там его слушать, для того, чтобы китайский язык вливался в ваши уши, и так вы будете его учить. Если мозг не научился видеть мелкие детали, эти мелкие детали нужно спроецировать на глазное дно, чтобы нервный сигнал об этих мелких деталях шел в кору головного мозга, и так острота зрения ваша будет повышаться. То есть, если вы не знаете китайского языка, гимнастика вам не поможет выучить китайский язык. Поэтому амблиопия это процесс обучения. И процесс обучения, который идет в одну сторону, как правило, редко мы говорим о значимых откатах. Назад. И который может идти только в период детства. Последние исследования показывают, что доминирование глаза, то есть у нас есть доминирующий глаз, есть недоминирующий, не так связано с остротой зрения, как считалось раньше. То есть, эти центры, разные центры в мозгу отвечают за доминирование глаза и за остроту зрения. Более того, по-видимому, бинокулярность, она очень важна для лечения амблиопии. То есть, не только то, что мы заклеиваем глаз, но и то, что второй глаз, он также участвует в акте зрения. Это важная составляющая деталь для того, чтобы мы лечили амблиопию. Это аргумент против того, чтобы делать заклейку на длительное время. Сейчас, в настоящее время, благодаря исследованию, мы понимаем, что заклейка не нужна на длительное время, что она нужна, как правило, на очень короткое время. А вот какое это время мы сейчас с вами и обсудим. Исследования показывают, что в большинстве случаев просто ношение очков уже может быть эффективно при лечении амблиопии. И особенно, если это маленький ребенок, если нет косоглазия, если нет выраженной анизомитропии, скорее всего, тот факт, что врач назначил вам очки, уже поможет вашему ребенку. Что окклюзия может быть избыточным назначением. Лечение с окклюзией, с атропином, либо с специальным фильтром, который закрывает лучший видящий глаз, показано в тех случаях, когда нет длительно положительной динамики на ношение очков. И в настоящее время и в прошлые годы проводили исследования для того, чтобы выявить, какой режим окклюзии нам необходим. Для этого была создана группа ATS, что в аббревиатуре обозначает амблиопия Treatment Studies, которая изучала различные варианты заклейки, окклюзии, использования атропина и как они влияют на рост остроты зрения при амблиопии. Исследователи разделяли амблиопию как умеренную при остроте зрения 0,6 и выше, среднюю при остроте зрения от 0,2 и выше и выраженную амблиопию, когда острота зрения была ниже 0,02. Данное исследование нам дали важный алгоритм по назначению окклюзии. Оказывается, достаточно в возрасте от 3 до 7 лет при умеренной амблиопии назначать окклюзию всего лишь на 2 часа. Выраженная амблиопия окклюзия до 6 часов, хотя может быть и хороший ответ на 2-часовую заклейку в течение 2 часов. Совершенно точно не нужна заклейка, не нужна окклюзия на весь день. Дозы атропина рекомендованы для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Средняя амблиопия. Достаточно выписывать атропин только на выходные. То есть капается атропин в лучший видящий глаз, благодаря этому блокируется его аккомодация. Ребенок не может фокусировать либо вблизь, либо не может фокусировать и вдали вблизь. И это заменяет окклюзию. Такое лечение может использоваться у тех детей, которые категорически против окклюзии. Им можно назначаться атропин. На мой взгляд, это неравноценное назначение заклейкой атропин. Потому что, еще раз повторюсь, что, например, в случаях с косоглазием, нам очень важно, чтобы оба глаза включались в акт зрения. Атропин, все-таки, выключает глаз из зрительного процесса на длительное время. Поэтому, мое мнение, что при всех равных условиях нужно выбирать окклюзию, а не атропин. И здесь я хочу подчеркнуть, что исследования ATS, исследования, которые показывают, что атропин равен окклюзии по лечению амблиопии, они показывают и учитывают только один факт. Это рост остроты зрения. Он может быть аналогичным, что при использовании заклейки, что при использовании атропина. Но не учитываются такие вещи, как бинокулярность и совместная работа глаз. И все, что нам требуется при других индивидуальных ситуациях. Например, при лечении косоглазия. Поэтому, мое мнение, что в первую очередь при всех равных условиях нужно использовать окклюзию, а не атропин. Какие были еще дополнительные находки, которые появились в результате подобных исследований? Если острота зрения прекращает расти с двумя часами заклейки, увеличить время заклейки до шести часов у детей от трех лет будет разумным решением. То есть, если вы заклеиваете на два часа и эффекта нет в течение какого-то длительного периода наблюдения, стоит увеличивать дозу окклюзии на более длительное время до шести часов у детей старше трех лет. Окклюзия может поднимать остроту зрения у детей старше семи лет. Раньше считала, что амблиопия лечится только в дошкольном возрасте, а после дошкольного возраста она лечится с трудом. Кроме того, исследования показывают, что длительная окклюзия в течение большого времени, в течение дня, может повышать остроту зрения даже у подростков. И поэтому ее стоит использовать и даже можно пытаться у взрослых людей. То есть, это окклюзия около шести часов в день при тех случаях, когда амблиопия, допустим, была пропущена и выявлена у подростка в 12-13 лет, есть вероятность того, что острота зрения повысится. Для меня оказалось неожиданной находкой то, что исследования показывают, что нагрузка на близком расстоянии, она мало сказывается на повышении остроты зрения. То есть, когда вы заставляете ребенка напрягать глаза на близком расстоянии, при этом заклеиваете один глаз. То есть, фактически можно это не рекомендовать, можно рекомендовать просто заклеивать глаз без рекомендации заклейки на близком расстоянии. Существует риск отката остроты зрения после лечения амблиопии с длительной окклюзией около шести часов. В таких случаях, чтобы избежать риска отката, нужно с шести часов перейти на двухчасовую окклюзию, и тогда риск отката будет меньше. У детей 13-17 лет амблиопия лечится окклюзией лучше в тех случаях, когда до этого в течение всего периода детства не проводилось лечение амблиопии. То есть, если мы встречаемся с ребенком с амблиопией, у которого амблиопия выявлена в возрасте 13-17 лет, то динамика будет больше и мощнее в том случае, если это впервые выявлена амблиопия, и до этого в течение дошкольного возраста, раннего школьного возраста никто не пытался лечить эту амблиопию. Это понятно, это связано с тем, что если вам окклюзию и очки назначали в раннем возрасте, то благодаря этому уже была достигнута максимальная острота зрения, которую можно было достигнуть. И понятно, что в возрасте, скорее всего, больше мы хорошего результата не получим. Исследования по окклюзии продолжаются по сей день, и я думаю, что в будущем мы увидим новые результаты, которые будут интересны для нас, для того, чтобы мы могли их включать в нашу клиническую практику. Большое вам спасибо за внимание. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте видео своим друзьям. Я также напоминаю, что у меня есть книга для родителей, которая называется «Книга про зрение». Книга для ответственных родителей, которая вышла издательством «Портал» и продается в магазине «Лабиринт». Вы можете ее заказать, где я рассказываю базовые вещи для родителей, что такое амблиопия, что такое нормальная рефракция и как их необходимо лечить. Большое спасибо вам за внимание. Меня зовут Вадим Бондарин, детский офтальмолог. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. До свидания. Продолжение следует...